Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. Во вторник в Одессе хоронили жертв ночной стрельбы в клубе Беллини. 24-летнего молодого человека и 29-летнюю женщину, которая скончалась от огнестрельного ранения по дороге в больницу. Оба погибших случайные жертвы. Они не были участниками драки, произошедшей в заведении незадолго до трагедии. Пострадали от рук вооруженных бандитов еще три человека. Мужчин той страшной ночью с огнестрельными ранениями удалось довести до больницы. Всем им была оказана помощь. Один уже отправлен на амбулаторное лечение, а двум другим еще немало времени предстоит провести в лечебном учреждении. 23-летнему парню той страшной ночью пуля раздробила кость на стопе. Его состояние не вызывает особых опасений у медиков, но процесс реабилитации не будет быстрым. Второй пострадавший 35-летний мужчина был тяжело ранен в руку и грудь. Он до сих пор в реанимации. По словам врачей, состояние пациента – средней тяжести, но положительная динамика состояния организма уже просматривается. Положительная динамика идет получше. Еще рано, но получше. И тот, и другой, они на сегодня получше. Напомним, в ночь на воскресенье в ночном клубе Беллини разгорелся конфликт между двумя группами посетителей, который перерос в драку. Охрана заведения с помощью сотрудников спецподразделений угомонили участников конфликта, наиболее буйных попросили на выход. Однако спустя некоторое время двое изрядно подвыпивших мужчин вернулись с оружием в руках и устроили беспорядочную стрельбу по посетителям, в результате которой два человека погибли и трое были ранены. После стрельбы преступники попытались скрыться, но на Среднефонтанской Мерседес, в котором они пытались уехать с места трагедии, был задержан. Стреляли, как установили правоохранители, уроженцы Полтавской области. 39-35-летние преступники ранее уже были судимы. По версии милиции, оба полтавчанина приехали в Одессу заключать сделку с неким предпринимателем. В ходе пресс-конференции начальник регионального управления МВД подтвердил, что их бизнес был не вполне законен. Пока, на следующий день, следственным путем установлено, что в Одессу они приехали для того, чтобы встретить... И они дают такие показания, и проверено уже допрошен тот человек, к которому они приезжали на встречу. Встречу по бизнес-сделке с одним жителем, коммерсантом Одесской области. Как бы пока утверждать, что они приехали выбивать какие-то долги, я бы не стал. Уже на следующий день после пресс-конференции в СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре появилась информация, что полтавские стрелки принадлежат к бригаде крупного криминального авторитета и воров законе из Полтавы Вячеслава Капа, прозвищу Бес. В Одессу они приехали реализовывать криминальную схему по серому импорту. В ходе обыска у них, помимо охотничьего ружья, травматического пистолета и ножа, правоохранители изъяли документы сотрудников антикоррупционных структур. Обнаружено удостоверение Комитета сприятия правоохранных органов, общественных организаций антикоррупционных. Сейчас, на сегодняшний день, проводится следственным путем проверки легитимности данных удостоверения. Сейчас стрелки находятся в СИЗО. В отношении них открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Им грозит пожизненное лишение свободы. Совершено преступление здесь у нас. Все вот эти вот уже последующие будут действия, то здесь они все будут и происходить. Если бы они совершили там, а здесь их задержали, то тогда мы их туда передаем и там они уже занимаются. Нынешняя трагедия, всколыхнувшая не только Одессу, но и всю страну, вновь заставляет серьезно задуматься над проблемой самообороны. Одесситы говорят, в момент, когда тебе или твоим близким угрожает реальная опасность, вряд ли кто-то думает, каким именно способом защищаться. Тем более, что в истории современной Одессы есть случаи, когда давали отпор рецидивистам и жертвы нападения защищали свою семью и себя. Горожане подчеркивают, ответственные органы сегодня не в силах справиться с коммуналистетом, а потому при собственной защите все средства хороши. В России это уже поняли. Не так давно Пленум Верховного Суда принял постановление по делам о самообороне. Гражданам России позволили защищать свою жизнь при нападении бандитов, насильников и прочих мерзавцев любым способом. Теперь вопрос, свобода или жизнь, перед жертвой нападения не должен даже ставиться. До сего момента, всякий раз, когда жертва нападения оказывалась сильней, следствие и суд изучали, не были ли превышены пределы самообороны. Поскольку сломать нос или руку бандиту при нападении тоже подсудное дело. Теперь закон смотрит на это иначе. Если была реальная угроза жизни, человек будет прав, даже если убьет нападавшего. Несколько дней назад было совершено нападение на девушку, которая вечером возвращалась из торгового центра Фонтанки. Неизвестный мужчина настиг пострадавшую у края дороги и нанес ей многочисленные ножевые ранения в область груди и живота. В милицию поступила информация от врача областной клинической больницы города Одессы о том, что к ним была доставлена жительница села Фонтанка Ирина, 1927 года рождения, с диагнозом численные ножевые ранения в области живота и груди. В ходе проверки данного сообщения было установлено, что 7 числа около 20-30 неизвестный человек на крыш дороги Одесса-Южная нанес ей удары ножом, в результате чего она попала в больницу, и он, естественно, с места происшествия скрылся. Мужчина нанес девушке 6 ножевых ранений, однако она успела рассмотреть нападавшего. Уже составлен фоторобот преступника. Почему он напал на нее и учинил зверскую расправу, пока не ясно. По факту нападения и нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию преступника. На трассе Одесса-Киев возле Клеверного моста утром 11 декабря произошло ДТП с летальным исходом. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте либо шел вдоль обочины, где его избил неустановленный автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся. С начала недели произошло еще два ДТП со смертельным исходом, при которых водители с места преступления скрылись. Участились и аварии с участием детей. С начала года, по данным ГАИ, зафиксировано 142 таких ДТП. Трое детей погибли и 149 травмированы. По словам инспекторов, большинство аварий происходит по вине водителей, которые не предоставляют преимущества в движении пешеходам. В понедельник вечером на улице Комарова под колеса иномарки попал 10-летний школьник. По улице Комарова в направлении улицы Левитана двигался автомобиль «Отель», водитель которого на регулированном перекрестке улиц 5-й Чапаевской дивизии Комарова при выполнении поворота налево совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, перетекающего проезжую часть дороги в установленном месте. В результате 10-летнего мальчика увезли в больницу с закрытым переломом ноги. Кроме того, в связи с ухудшением погоды и туманами, сотрудники ГАИ напоминают водителям о необходимости быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию в условиях ограниченной видимости, особенно в вечернее время суток. Сотрудники МЧС и ГАИ рекомендуют одесситам воздержаться от поезда к столицу. Сложные погодные условия наблюдаются в Киеве и отдельных районах Киевской области. Туда в срочном порядке подгоняется необходимая техника МЧС. Спасатели сообщают, что в других регионах Украины ситуация стабильная. По прогнозу гидромедцентра, в ближайшие сутки ожидаются сложные погодные условия в отдельных районах Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Черниговской областей. В общежитии Одесского национального политехнического университета по адресу Шампанский переулок 7 накануне вечером случилось ЧП. В одной из студенческих комнат произошло короткое замыкание электропроводки телевизора. Дыма было много, но, к счастью, обошлось без пожара. В понедельник в половине шестого вечера в студенческом общежитии случилось экстренное отключение электроэнергии. После того, как ее включили, в одной из комнат, где жила студентка, произошло короткое замыкание электропроводки старого телевизора, что вызвало задымление комнаты. А так как ее в комнате не было, слава Богу, мы же когда выключили освещение, все дети ушли на улицу. Когда подали напряжение, пошел дым, вызвали пожарные, естественно, потому что это высотное общежитие, обязаны вызывать свободную сигнализацию по дыму, и поэтому приехала пожарная команда Приморской МЧС. На место ЧП оперативно приехала пожарная служба Приморского района и устранила задымление. Пострадавших нет, сообщает руководство ВУЗа. Приобрести квартиру в новострое, получить все необходимые документы на право собственности, сделать ремонт и в любой момент ждать принудительного выселения. А все из-за того, что компания-застройщик и генподрядчик что-то там не поделили. Именно в таких условиях оказались владельцы квартир в доме по Калантаевской 9-11. Несколько лет длится судебная эпопея. Пройдены суды разных инстанций. И вот, наконец, одесситы могут спокойно вздохнуть. 11 декабря состоялось заседание хозяйственного суда Одесской области, который отклонил апелляцию компании-застройщика, а значит, отклонил и посягательство на законное жилье горожан. С места событий Ольга Целаусова. Дождливое декабрьское утро десятки возмущенных инвесторов с плакатами в руках окружили здания хозяйственного суда. Люди требуют справедливости. Рассказывают, на законных основаниях приобрели желанные квадратные метры. За свои деньги сделали ремонт. А нормальной жизни все нет. Это при том, что очень долго ждали окончания строительства, начавшегося еще в 90-х годах прошлого века. Построили дом, дом сдали. Нам выдали свидетельство всем о праве собственности. Каждому на его жилье согласно инвестиционного договора. И вот мы себе сделали ремонт. И там люди по году, по полтора ремонт делали за свои. Мы же от строителей получили. Голые стены. Я купила эту квартиру, когда еще был только фундамент, а пару этажей. Можно сказать, отбегала вместе со строителями. Каждый кирпич строила своего дома. И теперь, в итоге, когда у меня есть свидетельство на право собственности, оказывается, эта квартира не придержит мне. И что делать мне и моим жильцам, мы не знаем. За последние два года одесситы пережили не один суд. Компания «Застройщик» подала в суд на каждого инвестора. Судебный иск компания проиграла. После чего появился иск на генподрядчика строительства. Хозяйственный суд отказал им и в этом ходатайстве. Однако компания «Застройщик» подала апелляцию. Они подают апелляцию. Сейчас должна пройти процедура апелляции. Мы ждем решения по этой процедуре. Мы переживаем, конечно, потому что если... Укргострой подал иск об отмене договора между ними и застройщиком. Я прожила в этом доме 8 лет. Имею полностью все документы нормальные, с печатями, с гербовыми. А меня хотят теперь выбросить на улицу. Поэтому я пришла бороться за свою жизнь. Наверное, у нас деньги все делают. Мы верим в том, что суд, который сейчас должен состояться, он примет справедливые решения. Потому что, на наш взгляд, оснований для того, чтобы вести, открывать производство по этим делам, в принципе, нет. Это не только наше мнение, какое-то эмоциональное. Это взвешенное мнение юристов, которые нас представляют. По словам юристов, которые уже не первый год защищают права инвесторов, иск компании «Застройщика» абсолютно не обоснован. Пару месяцев назад было заседание в хозяйственном суде, первой инстанции хозяйственного суда, который отказал у «Каргостроя» в полном объеме исковских требованиях, поскольку посчитал, что нет оснований, во-первых, для восстановления срока исковой давности. Контракт номер 16, который является предметом спора, был заключен в 2000 году. Соответственно, суд не нашел оснований для того, чтобы восстановить, не только восстановить, а удовлетворить исковые требования «Каргостроя». И нынешнее заседание хозяйственного суда длилось недолго. Вердикт – в апелляции компании «Застройщику» отказать. А действительно надеются, что теперь, когда суды пройдены, они наконец-то смогут спокойно жить в своих квартирах. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию «Сандора» на 3 миллиона гривен за введение покупателей в заблуждение. По данным АМКУ, производитель соков и нектаров распространил ложную информацию о своем товаре. В частности, на упаковках соковой продукции торговых марок «Сандора», «Сандора Мультиактив» и «Сандора Микс» отмечалось одобрено Министерством здравоохранения Украины. Расследование показало, что такое утверждение размещено без должных оснований и соответствующих документов, принятых Минздравом. Кроме того, на упаковках некоторых соков были указаны ложные сведения о концентрации фруктовой массы в продуктах. АМКУ обязал «Сандору» прекратить нарушения, а также провести инвентаризацию остатков спорных упаковок и утилизировать их. 11 декабря – Международный день танго. Это дата рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого короля танго Карлоса Гарделя. В конце 18 века в Англии танцы были привилегией высшего общества, неотъемлемой частью великосветских балов. Уже в 1924 году в Англии при имперском обществе учителей танца создали отделение бальных танцев. Его задачей была разработка стандартных мелодий, шагов и техники исполнения бальных танцев. Постепенно спортивные танцы разустранились по всей Европе, достигли Азии и Америки, и многие уже просто не мыслят себя без ритма три четверти. Принято считать, что танго – танец импровизации, в нем очень важно умение партнеров услышать друг друга. В танго не принято обмениваться даже парой слов. Мужчина и женщина смотрят в глаза друг к другу, ведут немой диалог на повышенных тонах. Увлечения танцами в последнее время завоевали прочные позиции в рейтинге излюбленных занятий одесситов. В топ-десятку хобби одесситов вошли также йога, пешеходный туризм, а для самых ленивых – социальные сети. О мотиваторах и демотиваторах активного досуга смотрите далее. Психологи говорят, старушка пирамида Маслоу еще в силе. Пока не удовлетворены первичные потребности человека, у него нет нужды в эстетике. Когда в большей степени необходимость была обеспечивать себе хлеб насущный, люди не имели возможности проводить достойно досуг. То есть вот эта первичная основа, база пирамиды – еда, вода, кровь, секс, потом безопасность, потом потребность в любви, потом потребность в знаниях и только потом потребность в эстетическом. Но по наблюдениям социологов, средний уровень дохода в одесситов возрос, и горожане уже могут разрешить себе маленькие радости. Изменилась лишь форма досуга. Как ни удивительно, даже сегодняшние мужчины занимаются рукоделием с удовольствием. Я так читала на одном из форумов, мужчины обменивались схемами для вязания. Притом они сами же подсмеивались над этим. Информационная перегруженность и самоотдача на работе – это риск оказаться психологической пропасти. Человек – гедонист по своей природе. Вынужденный аскетизм он долго выдержать не может. Находясь в очень жестких рамках, людей, работающих с 9 до 6 в офисах, много у нас. Там фактически индивидуально что делает? Размывается. Делает что-то творческое, индивидуально, не такое, как все, это потребность. И сколесить полмира в поисках приключений или открыть для себя удивительные вещи рядом. Послушать занимательную экскурсию в океанариуме или не полениться встретить декабрьский рассвет на морском побережье. А может быть в преддверии Нового года побаловать себя экстравагантными выходками. Отведать устриц в первоклассном ресторане и посетить театр. Театр – непозволительная роскошь сегодня или старомодная забава, узнавали наши корреспонденты. Послушать Манон Леско Пучини или Ригалетто Верди, некоторые молодые люди утверждают, что этот благородный отдых не для них. Они выбирают скорее концерты с бардовскими песнями в местных арт-клубах. В театры, в такие культурные заведения, больше еще ходят так же самые устоявшиеся люди, которых, как вам сказать, студентов нам более попроще, нам этого больше не надо. Ходить на каток, в кино, ну так, попил. Я только в школе ходил, и все. Мне неинтересно было. Сажу в интернат. Выходные дома перед телевизором. А для вас? Нету такого. Нету досуга. Он его рабочие будни и выходные тоже, да? А почему вы так к театру скептически относитесь? Да что скептически? Нормально. А с первого пойдем в оперный. Но остаются и настоящие поклонники высокого искусства. Вспоминают театральные представления, на которых были в последний раз. Я была в москомедии на жаде «Только девушки», очень понравилось. Было представление на льду. Это вот мы смотрели в Большом театре. Культурный досуг – это понятие очень растяжимое на самом деле. Но может проявляться, грубо говоря, в самовыражении личности. Мне кажется, что по-культурному отдыхать – это просто проявлять себя и удовлетворять свои моральные потребности. Например, мне очень нравится посещать галереи разных художников и креативных исполнителей. Представители более старшего поколения отмечают, что во времена их молодости необходимо было строго соблюдать дресс-код. Поход в театр почитали за праздник. Сейчас границы стиля стираются. Новые экспериментальные формы актерской игры и новые зрители по ту сторону сцены. Это еще те времена, когда Водяной был, Крупник, Сатосова. То, что лучшее было праздничное на выход, то и одевалось. Я была как-то в филармонии. Джинсы, там еще что-то, то есть обыденно. Мужчины должны в костюме, при газе. Мое поколение так было воспитано на театре. К сожалению, к большому, что мы сейчас не можем позволить себе пойти на все, как говорится, спектакли приезжих, гастрольных театров. Но стараемся понемножку. Кроме театров, есть и другие способы насладиться свободным времяпровождением, уверены горожане. Например, модными стали боулинг и бильярд. Хотя и они не всем по карману. Я живу в Верых, в селе, и там как бы нет театров. И поугад просто родителям. Летом на дачу ездим. Мы ходим гулять иногда, там боулинг. Летом море, сейчас можно парк, погода позволяет. Но все же у одесситов наблюдается одна общая тенденция – тяга к новому и неизведанному. Желание попробовать экзотическую релаксацию или рискнуть отправиться в экстремальный курорт. О том, что нужно сегодня современному театральному зрителю, о том, какая драматургия и постановка важна для того, чтобы театр жил полной жизнью. После новостей в программе «Тема дня» художественный руководитель Украинского академического музыкально-драматического театра имени Василя Василько Игорь Равицкий. Прекрасные люди. Там нет какой-то надуманности, там нет ложной фальши, там есть живые страсти, там есть любовь. Вот то, что я говорил об Островском, тут тоже есть любовь, предательство. Есть люди, которых мы часто встречаем на улице. И они волнуют, вы понимаете? Мой театр – это театр, когда он эмоциональный. Театр, который ты смотришь и ты сопереживаешь вместе с артистами за тем, что происходит на сцене. «Моя жизнь – море противоречий. Разве только после смерти я выберусь из него», – писал о себе Рихард Вагнер. В эпоху Советского Союза музыка немецкого композитора почти не звучала на большой сцене. По сей день музыкальные произведения Рихарда Вагнера никого не оставляют равнодушными, приводя в восторг одних и вызывая отторжение у других. 16 декабря на сцене Одесского академического театра оперы и балета впервые за 79 лет прозвучат овертюры и арии из бессмертных опер великого реформатора в области музыки. Творец нового музыкального языка Рихард Вагнер создал свою мифологию в музыке. В его музыкальных драмах царят магия и колдовство, а неизменным фоном служит борьба между добром и злом, грехом и спасением, мраком и светом. И несмотря на то, что в произведениях Вагнера перед нами предстает мир, легенд древних скандинавов и северных германцев, в котором главные персонажи, рыцари, волшебники, летающие кони и заколдованные замки, именно в его музыке можно открыть необъятные горизонты, познавая тем самым себя и Вселенную. Его музыка говорит обо всем. Надо слушать его музыку, а не читать его трактаты и философские концепции, которые он тут же с легкостью опровергал. «Вселенная Вагнера» – такое название носит представление, которое состоится на сцене Одесского академического театра оперы и балета 16 декабря. Музыкальная программа объединит в себе сцены, увертюры и арии из бессмертных опер-композитора. Настоящим испытанием рассказывают артисты театра. Этот вечер станет для хористов, ведь известно, что вагнеровские мелодии буквально беспощадны к голосам исполнителей. «Возьмите летучий голландец, вы в течение хора голландских матросов, в течение буквально пяти минут, там 49 ля верхних, не считая Сибекара. То есть, если только голоса не вагнеровского порядка, а слабенькие, хлипкенькие, от них ничего не остается. Вагнеровский голос – это обычно крупные, мощные, тяжелые голоса». Исполнение оперы Рихарда Вагнера, подчеркивают специалисты, требует серьезных эмоциональных и духовных затрат. Тем не менее, уверена исполнительница главной партии в опере «Тристан» и «Изольда» Наталья Павленко, музыку Вагнера можно слушать часами. Я могла почему-то для себя, для меня это было большое удивление, слушать ее часами, совершенно искренне. Я как бы погружалась, для меня это другое измерение. Поет, скажем так, душа. Все происходит изнутри. Нет момента какого-то сложности, какого-то предела. Вечером оперных сцен «Вселенная Вагнера» одесский зритель сможет насладиться на сцене Одесского академического театра оперы и балета 16 декабря. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь и желаю всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok